Какой мальчишка не любит играть в машинки, а подрастая не мечтает о своем железном коне, теперь уже настоящем. Любовь к автомобилям у представителей сильного пола, видимо, в крови. А вот если еще и страсть к коллекционированию заложена в человеке, то он в собственный автомобильный парк обеспечен, пусть даже и в миниатюре. В пятницу, 17 октября, в торговом центре «Десяточка» открылась выставка масштабных коллекционных автомобилей «Масштабный автомузей». Посетив выставку, можно увидеть модели военной, полицейской, медицинской, пожарной техники, городского общественного транспорта, полной коллекции ретроавтомобилей и мотоциклов. Выставка проходит в нашем городе уже не впервые. В этот раз представлено около 600 моделей автомобилей, а участие в выставке принимают 10 коллекционеров и сборщиков моделей Рязани и области. На этой выставке я представляю военную технику. Здесь представлена практически вся номенклатура военной техники, грузовики, джипы, даже есть легковые автомобили, которые были на вооружении нашей советской армии, начиная с 1924 года и практически по современности. Можно представить АМАФ-15, это самый первый отечественный грузовик. Также здесь представлены очень редкие образцы, которые не поступали на вооружение, но были в единичных экземплярах, ну, допустим, как вот этот УАЗ-3172. На этой выставке я представляю модели из своей коллекции, посвященные знаменитому рейду Париж-Дакар. Как давно занимаетесь коллекционированием и вообще откуда взялась такая вот любовь? Коллекционированием моделей занимаюсь с 6 лет, сейчас мне 32. Конкретно поеду Дакаром увлекся, ну, последние годы 3-4, наверное. Всегда как-то к автоспорту был неравнодушен, ну, соответственно, вот вылилось это в такое увлечение, в том числе и Дакаром. Оценив, с какой точностью воспроизведены экспонаты выставки, можно убедиться, что коллекционирование – это не только увлекательный способ проведения досуга и не просто собирание. Как правило, коллекционирование подразумевает наличие у коллекционера глубоких знаний о самом предмете, истории его развития и всего, что прямо или косвенно с ним связано. Посетив выставку, можно не только полюбоваться на всевозможные машинки в миниатюре, но и узнать что-то новое или вспомнить хорошо забытое из истории автомобилестроения. Здесь же представлены журналы за рулем, глядя на которые, можно только удивляться, надо же, было и такое. Мы сделали крен такой в сторону именно историчности процесса. Во-первых, выставились ряд коллекций вот именно по темам – общественный транспорт, гоночные автомобили, какой-то российский и советский автопром. И на примере вот этих моделей можно проследить развитие, историю и автопрома, и, видимо, просто общую историю, на чем люди ездили, как все это развивалось. А еще в рамках выставки будут проходить конкурсы. Один – детский на внимательность. Будут выставлены две одинаковые машинки, но с небольшими различиями, которые участникам и нужно будет найти. В рамках второго – собрать модель автомобиля из набора. Жюри все модели осмотрит, оценит и выявит победителя. А подведение итогов двух конкурсов пройдет 8 ноября, в предпоследний день работы выставки.